Синтезатор Когда вы только включаете синтезатор, у вас на клавиатуре любая из клавиш дает звук. Просто один отдельный конкретный звук. Чтобы взять аккорд, вам придется нажать несколько клавиш вместе. Только в таком случае у вас может получиться аккорд. Но для того, чтобы у вас получился аккорд, вам нужно знать, из каких нот он состоит и как его взять на клавиатуре правильно. А предположим, вы еще совсем не знаете, как строятся аккорды, из каких нот они состоят, но уже хотите сыграть какую-то песню под синтезатор и спеть. У вас есть песня, например, такая песня «Ваше благородие». Вот у вас в строчке слова и над каждой строчкой над словами написаны буквы. Буквы – это те аккорды, которые вы будете играть на синтезаторе при помощи функции Кассио Хорт. Слова и мелодии вы будете петь, а аккорды вы будете играть. Аккорды Е, М, H7, Е, М, Ж, Д7. Для того, чтобы у нас звучал аккорд и чтобы мы его сами не строили, нам нужно включить такую функцию, которая называется Кассио Хорт. Но мы сейчас говорим про синтезаторы Кассио, напоминаю. У Ямахи эта функция называется несколько по-другому, как точно не помню. Вот я включаю функцию Кассио Хорт. И теперь у меня часть клавиатуры от самой последней клавиши, вот до этой ноты, вся эта часть клавиатуры будет звучать аккордами. То есть нажимая на любую из клавиш, я получаю сразу же готовый аккорд. Давайте еще раз послушаем, как звучат любая из этих нот без функции Кассио Хорт. То есть звучат отдельные ноты. Включаем функцию Кассио Хорт. Звучат аккорды. Звучание аккордов мы можем менять с вами при помощи функции ритм. Но это я объясню чуть-чуть позже. Давайте же разберемся, как мы возьмем аккорд ЕМ. Смотрите, находим букву Е. Чтобы у нас с вами прозвучал М, М это минор. Нам нужно взять две клавиши. То есть мы одновременно нажимаем на две соседние клавиши. Нижняя из них обязательно должна соответствовать букве вашего аккорда. То есть в данном случае это Е. Нажимаем две клавиши, у нас получился аккорд ЕМ. Дальше. Следующий аккорд в этой песне у нас. АЖ-7. АЖ-7. Ну вот смотрите. На синтезаторе буква АЖ у нас заменена буквой Б. Буква Б. Вот мы находим букву Б. Чтобы у нас получилось 7, мы должны нажать три клавиши одновременно. То есть чтобы аккорд был с семеркой, то есть А7, АЖ-7, С7, у нас должно звучать три клавиши. Вот это у нас аккорд АЖ-7. Смотрите, если нам, например, надо взять аккорд Ф7, значит мы находим Ф. Ф из них будет нижняя, вот эта клавиша Ф. И еще две клавиши наверх. Тогда получается Ф7. Причем без разницы, нажмете ли вы вот так три клавиши, или вот так три клавиши, или вот так три клавиши. В любом из этих расположений у вас прозвучит аккорд Ф7. Самое главное, чтобы нижняя клавиша у вас соответствовала названию вашего аккорда. То есть Ф и еще две дополнительные клавиши, любые, которые выше этой клавиши Ф. Следующий аккорд у нас в этой песне снова аккорд Е. Вы помните, чтобы у нас получился М, аккорд минорный, нам нужно взять две клавиши. Е, М. Е нижняя из них. И еще одна дополнительная вверх. Причем опять же любая. Получится аккорд Е, М. Без разницы, где вы его будете брать, здесь или здесь. Главное нам уложиться вот до этой клавиши. До того момента, как у вас заканчиваются буквы над клавишами. Дальше. Если вам встречается в песне аккорд просто, например, аккорд С. Да? С смотрим С. Вам достаточно нажать просто одну клавишу. С. То есть соответствует ту клавишу, которая соответствует этой букве. Это и будет аккорд С. Готовый уже. Если у вас аккорд С, М, значит опять же вспоминаем. Нажимаем две клавиши. Если аккорд С, 7, значит нажимаем три клавиши. И вот так будет всегда. То есть, если вы видите А, М, находите А, ставите палец на эту клавишу и добавляете еще одну, которая выше. Получился А, М. Если вы видите аккорд Е7, находите Е-букву, ставите на эту клавишу палец и добавляете две клавиши вверх. Получился Е7. Если вы видите в песне аккорд Ж, значит находите Ж, ставите палец на эту клавишу, нажимаете. Вот ваш готовый аккорд. Ж. Давайте я вам немножко объясню. Если у нас вот аккорд просто буква, это называется мажор. То есть, допустим, смотрите, Ж. Это мажорный аккорд. Соль, мажор. Если у нас буква и рядом маленькая буковка М, А, М. Это минор. Минорный аккорд. А если семерка, то это септаккорд. Смотрите, мажор, минор, септ аккорд. Мажор, минор, септ аккорд. То есть, например, просто аккорд F, Fm, F7. Таким образом, вы уже можете сыграть какую-либо песню. Если, например, ну, вот та песня, которую я вам показывала, да, вот, «Ваше благородие». Смотрите, аккорд E, M, H7, E, M, G, D7, G, да. Играем. «Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука». Ну, согласитесь, так звучит не очень интересно, да? То есть спеть-то уже можем, и даже аккорды себе можем подыграть. Но гораздо интереснее было бы, если бы это прозвучало так. Нажимаем кнопку «Старт». Темп нам, скорее всего, придется немножко убавить. Находите у себя на синтезаторе клавишу «Темпо». Убавляете темп, то есть плюс или минус. У меня вот вверх-вниз. Убавляем темп. И тогда мы уже можем сыграть это с аккомпанементом. «Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука». Ну, вы, наверное, заметили, сейчас петь не очень удобно, потому что ритм у нас не соответствует нашей песне, да? Для этого нам нужно изменить ритм. Находите на синтезаторе клавишу «Ритм», нажимаете ее, и плюсом или минусом, или цифрами на вашем синтезаторе меняете ритм. Вот я сейчас поставлю вот такой ритм. «Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука». Заметили? Петь стало гораздо удобнее, и ритм уже подходит к нашей песне, темп, в общем-то, тоже подходит. И мы, спокойно нажимая аккорды, можем... Синтезатор нам играет аккомпанемент, да, ну, не без нашей помощи, конечно, мы берем аккорды. Функции Casio Horde. А мы в это время поем песню. То есть, таким образом, купив синтезатор, выучив, как берутся аккорды, мажор, минор и сет-аккорд, распечатав песню себе на листочке, которую вы хотите спеть, вы уже сможете ее сыграть с аккомпанементом. Сейчас я вам покажу, как на моем синтезаторе выглядят те кнопки и функции, которые мы употребляли в этом видеоуроке. Вот она, функция Casio Horde. У меня она включается вот этой кнопкой. И, последовательным нажатием этой кнопки, можно выбрать разные варианты аккомпанемента, но мы рассматривали с вами именно функцию Casio Horde. Вот те буквы, которые есть у любого синтезатора, когда вы включаете аккордовую функцию. Именно эти буквы помогут вам сыграть правильные и нужные аккорды. То есть, если, помните, если Е, значит, выбираете клавиши, которые находятся под этой буквой, то есть вот эту клавишу, да, вот, и нажимаете еще одну вместе с ней, две клавиши. Вот она, функция ритм, которая есть тоже на каждом синтезаторе. Ну, на моем это вот такая вот кнопка. Если вы ее нажмете и цифрами, либо значками плюс и минус выберете нужный вам ритм, который высветится вот здесь у вас на табу, то вам будет достаточно удобно петь песню. Ритмы обычно на синтезаторах написаны вверху, над вот этой вот светящейся панелью. Также в любом современном синтезаторе есть вот эта кнопка, старт-стоп, которая запускает ритм-секцию. То есть, когда вы будете нажимать аккорды левой рукой, при нажатой кнопке у вас будет звучать полноценный аккомпанемент, либо это будет оркестровый аккомпанемент, либо электронная группа. Сейчас она у меня в выключенном состоянии, когда нажимаю, здесь загорается красная кнопка. Вот здесь вот у меня находится кнопка темпа. Если я нажимаю эту кнопку вниз несколько раз, у меня темп уменьшается. Если вверх, соответственно, темп увеличивается. Возможно, что на вашем синтезаторе все те функции, которые я вам сейчас показала на фотографиях, находятся где-то в другом месте. Возьмите инструкцию, если у вас, конечно, таковая имеется, но обычно с синтезатором идет инструкция в комплекте. И уже зная название этих кнопок, вы вполне сможете в инструкции найти их и найти объяснение, как ими пользоваться, как их включать. На сегодня все.